Белорусский Дед Мороз из Пущи. Облегченный вариант костюма и как успеть все. У меня много помощников, которые донесут мои подарки. Если сильно захотеть. Путь Владимира Радивилова. Я был сначала котом Матроскиным, волком Карлсоном. Он играет на сексофоне и клавишах, бьет стереотипы и далеко не старик. Кто-то начинает иногда Деда Мороза раздевать, интересно, что под ним. Кто-то танцует, кто-то наливает. Дед Зимник и Баба Завируха. Поговорим о родословной Морозе. Слышишь, откуда вечер подул? Вот оттуда будем ждать Баба Завируха мы с тобой, моего младшего брата Мороза. На что обижается Юзя и где можно встретить этого босоногого старика? Я ведусь про Санта-Клауса, про Деда Мороза. Нехто на вот елупуке ведает моего брата финского. Ну а наши своего Зюзю позабыли еще. И, наконец, военный Дед Мороз. Как живет генерал и чем салютует в Новый год? Дед Мороз уже даже не в запасе, он уже в отставке. 130 километров от Гродно, граница Ивьевского и Лицкого районов. Дед Зимник с Бабой Завирухой обходят свои владения. Так, в этом волшебном лесу вот уж 647 лет встречает гостей старший брат Мороза. Баба Яга, выходи! Нету. Вот грибочки подготовила на зиму, значит будет скоро. А еще каждую ночь здесь расцветают волшебные цветы и кроме старой Яги можно встретить соловья разбойника с подругой Кикиморой, хозяйкой из Олейковских болот, черта и прочую нечисть. Вместо посоха, заметьте, у него палка волшебная. Прохожу сюда и вызываю каждый год своего младшего брата Мороза. Я ему буду помогать. Но прежде чем с семьей воссоединиться, еще одна традиция – наряжать елку и зимник, пусть и волшебник, но здесь без помощи человека не обойтись. Снаряжение и полный вперед. Ну что, дед Зимник, последние игрушки вешаем с вами на эту елку? Да, да. Держу вас, дедушка. Хорошо, внученька, хорошо. Мы можем зажечь эту елку, красавица. Нарядная, лучистая, свечи, сияй, гори! Я бы не стал бы дедом Морозом сейчас, если бы я в него не верил. Пока зимник зажигает лесную красавицу в Залейках, Радивилов – главную страны. Шутит к декабрю, начинает толстеть, добреть, а на гримерке появляется говорящая табличка. Все началось, когда самому Владимиру было чуть больше 20. Тогда для имитации живота ему привязали подушку, и он отправился развлекать детвору в родном городе Узда. Затем были мюзиклы, и его заметили. Самая первая елка была в концертном зале Минск, потом были елки в Белорусском государственном цирке, и как только открыли дворец республики, мы туда переехали с главной елкой. Место менялось, герой все тот же. На сказочном Олимпе Владимир Радивилов вот уж 22 года. Мне очень приятно, что ко мне приходят те дети, которые уже стали взрослыми, со своими детьми. И говорят, вот дедушка, может, фотография. На этой фотографии я сижу у вас на коленях. Я вижу, как наша молодежь растет в ногу со временем. И продолжит, дескать, завидует детворе. Раньше праздников такого масштаба и уровня не было, да и себе чуть-чуть. Наряды-то вон какие. Этот уже пятый на главной елке страны. Костюм сделан белорусскими мастерами. Он вышел в белорусском орнаменте настоящих красивых сапожков. Это вариант такой облегченный, потому что в зимней шубе, естественно, при такой внутренней атмосфере, доброты и тепла, это будет не очень комфортно для Деда Мороза. Все тот же главный Дед Мороз из Беловежской пуще. То и дело он покидает свою резиденцию, чтобы лично выбрать себе помощников. На сей раз в Минске. Говорит, мало одного костюма. Тут еще и образование должно быть. Без педагогики и психологии никуда. У восточных славян, в частности, есть легенда, что он старец, который ходил в красных нарядах, учил добру, справедливости, воспитанию детей, ремеслам. Поэтому я придерживаюсь. А такого старичка встретить еще где-то можно едва ли. Это первый военный Дед Мороз в Беларуси и первая такого рода его резиденция. Если вспомнить военное время, то там Дед Морозы не ходили в таких красивых генеральских шинелях. И не было у них генеральских попах. А встречали в военной полевой форме. Сюда генерал перебрался вот как два года. А ребятня дорогу уже выучила. Подарки обычные, они же дети. А вот развлечения после тематические. Сам же Мороз в шинели шутит. Реакция у него уже не та. Теперь всему учит Снегурочку. Правда, есть и в его резиденции, что называется, запах пороха. Но это лишь в качестве атрибута. Стрелять с автомата или даже с пневматики, это уже разрушать образ. Поэтому вот моя стрельба. Она для защиты от злых разбойников. А потом все-таки решится вспомнить молодость и... В честь наступающего Нового года! Салют батареи! У Филиппа вместо охотничьего, да и вместо посоха, собственно, саксофон. Музыкальный Дед Мороз уверяет, такой в Беларуси он один. Мечтал, как и все дети, чтобы ко мне приходил Дед Мороз. К сожалению, Дед Мороз ко мне приходил редко. Но сейчас есть возможность мне это компенсировать для кого-то. И то редко, когда в образе Деда Мороза пред будущим тогда еще коллегой предстала его бабушка. Сам парень, профессиональный музыкант и в наряд, который чуть великоват, и в этом тоже особенность старикали, переодевается буквально на несколько часов. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой, летом стройная, зеленая была. С каждым годом все сложнее и сложнее не рассекретить себя в глазах своей дочери. Шапка наденутая на брови, распушенные усы и так далее, измененный голос не помогает. Владимир Перепечко тоже Дед Мороз со стажем, а порой и Санта-Клаус выход нашел. На сей раз дочку поздравит Радивилов. На школьной елке была премьера, халат, валенки, прямо так поверх школьного костюма, барыню в присядку танцуешь. Когда уже вошел образ, барыня стала такая по-оставательной, так поглубже уже, присядка поконкретнее, не выдержали школьные штаны и трестали. Дед Мороз, Санта-Клаус и Йоулу Пуки – это все привычные слуху персонажа. Но есть один – Зюзя, и это уже Белорус. Повелитель холода, говорят же, замерз как Зюзя, живет на Полесье. До недавнего времени родиной его считались поставы. Но резиденцию закрыли, теперь вот скитается. Найти белорусского бога зимы нам помог Дударь под Минском, чтобы вернуть полномочия Зюзе, а они в посохе, путь нелегкий. И яга с зельем, и огня повелитель, и вот он уже готов к исполнению желаний. Впрочем, неважно, во что одеты, сколько лет тому, в кого верят столетиями, не только дети. Судя по всему, не только, да и не столько имеет значение и сам посох. Ведь есть исключения, куда важнее просто верить. Ведь все они – помощники одного волшебника. И это и есть новогодняя сказка. Анастасия Бендесяк, Андрей Кульгавый, Картина мира.